Учеба для Анастасии это не уроки в школе, а стиль жизни. 2018 год только начался, а она уже победила в 6-й Всероссийской олимпиаде имени Льва Николаевича Толстого по обществу знанию и олимпиаде под названием «Твое признание финансист по истории». Скоро она едет на олимпиаду по испанскому языку. У столь активной соревновательной деятельности есть четкая цель. Испытать себя, посмотреть, как все получится. Ну и плюс некоторые олимпиады помогают найти какую-то мотивацию для дальнейшего саморазвития. Или, например, вот эссе, которое приходится писать на олимпиадах по обществу знания или по литературе, дают пищу для размышлений. То есть, когда пишешь эссе, в процессе можно о чем-то подумать для себя. Это очень интересно. За школьной партой буквы разные писать тонким перышком в тетрадь ей наскучило давно. Каждая олимпиада – это, как правило, несколько этапов. И, несмотря на то, что впереди экзамены, в школе к частым пропускам уроков относятся спокойно. Мы могли бы ей выдать аттестат об окончании 11 класса еще в прошлом году. Она действительно самостоятельно осваивает. И огромное количество знаний Настя получает сверхобразовательной программой. В олимпиадах Анастасия активно участвует с 9 класса. Сколько раз она становилась победителем – не считала. В солидной папке не только дипломы с многочисленных олимпиад, но и другие награды, премии и стипендии, а также сертификаты на дополнительное обучение. Это я была в Сириусе. Это образовательный центр в Сочи. Я туда ездила на направление литературное творчество. В Сириус был очень строгий отбор. То есть туда отбирают ребят, которые наиболее отличились в олимпиадах или в литературном творчестве непосредственно. Пять языков, среди которых китайский и португальский – биология, химия, история, литература. Все интересы Анастасии перечислить довольно сложно. Справляться с таким объемом знаний ей помогают занятия бегом и железная дисциплина. Олимпиада требует знаний глубже, чем школьная программа. Например, по обществу знаний вообще приходится изучать не сами школьные учебники, а профильные учебники по таким дисциплинам, как социология, политология, философия. Как правило, я беру вузовские учебники, чтобы все это изучить. И по языкам там, понятное дело, нужно просто изучать сам язык, читать на нем книги, ну и учебники по проблемным темам просматривать. В репетициях номера для выпускного вечера Настя не участвует, нет времени их посещать. Но одноклассники не только относятся с пониманием, но и всячески поддерживают Анастасию и гордятся ее успехами. Наш класс очень дружный, мы везде во всем поддерживаем Настю. В прошлый раз она получала премию губернатора в нашей школе, приходило мероприятие, мы делали покаты в честь ее поддержки и как бы уже придумали лозунг и поддерживали ее, когда она была у нас на сцене. Анастасия постоянно участвует и в олимпиадах, которые проводят высшие учебные заведения. Они дают победителям право поступать в вуз на льготных условиях. Настя признается, что выбор будущей профессии дался ей нелегко. Я поняла, что я хочу заниматься когнитивными нейронауками, и я пойду на лингвиста, в МГЛУ или в МГЛУ, как получится. И потом буду получать заочное образование биологическое или психологическое и в магистратуру на когнитивной нейронауке. И буду заниматься, изучать процессы, которые происходят в мозге. Нейронауки не сейчас очень востребованы. Кроме того, мозг – это самая наименее изученная часть человеческого тела, но при этом я считаю, что мозг – это одна из главных частей тела, которая координирует вообще все остальные. На днях Анастасия примет участие во всероссийском этапе Олимпиады по испанскому языку и, судя по ее прошлым результатам, поедет она за очередной победой. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.